Север-казахстанцы продолжают обсуждать послания Касымши Марта Тукаева от 1 сентября текущего года. Каждый блок стратегического документа рассмотрели члены городского общественного совета. Какие моменты они выделили, расскажем далее. Просторный зал, большое количество людей и мнений. Показывает своим гражданам общественные собрания разных уровней, чтобы те понимали, как такой механизм работает и зачем он нужен, нормальная мировая практика. Соседняя Россия от нее не отстает. Казахстан запаздывает. Касымши Марта Тукаев в новом послании поручил этот пробел восполнить. Но начал президент со слов благодарности. И они нашли отклик у североказахстанцев. Коронавирус и связанная с ним пандемия показала добрые нравственные качества нашего народа. Это, во-первых, самодвижный труд наших врачей. Труд работников правоохранительной системы. Которые, как говорится, сегодня многие из них заболели из-за этого. Но они честно и добросовестно выполнили свой уголок. Больше 280 врачей по всей стране в период пандемии отдали свои жизни. Те, кто заболели коронавирусом, получили финансовую поддержку от государства. По поручению президента, работу по оказанию материальной помощи медикам нужно продолжить. 150 миллиардов тенге – это очень большие деньги. На второй полугодии выделяется здравоохранение. Я считаю, это очень здорово. И это будет большой стимул для работы. Стимул не сдаваться на тернистом пути к отцовству и материнству – тоже повод для обсуждения нового послания. Казахстанцы стали в семь раз ближе к программам экстракорпорального оплодотворения. По волнению в семье – повод задуматься о собственном жилье. Здесь на помощь казахстанцам приходят разные программы. Одна из них – 5, 10, 20. Я вспоминаю 2000-е годы, когда люди брали кредиты под 16% годовых. Я когда считал, примерно, получалось на 20 лет. Это надо было отдать 2,5 стоимости вот этой квартиры банку. Это вообще ненормальное условие. Сегодня 5% – это на самом деле очень здорово. Так же здорово, как создание новых и пересмотр существующих законов и норм. Последние, по мнению Павла Афанасьева, по ряду причин не могут быть достаточно эффективными. Например, у нас в республике до сих пор существует целый комплекс разрозненных законов, которые между собой никак не взаимодействуют. Во множестве своих положений и статей иногда противоречат друг другу. Отсутствуют какие-то сквозные цели, общие задачи. Даже терминологический аппарат бывает разным. Таким же разным, как отношения жильцов многоэтажек, в которых они живут, и проблемах, возникающих в них. Об институте объединений собственников имущества в послании президент тоже говорил. В перспективе ОСИ в Казахстане полностью заменят КСК. Это школа в управлении. Это умение налаживать диалог с жителями на равных. Умение вовлекать жителей в планирование бюджета собственного дома. Как мы можем говорить о бюджете города или страны, если люди не хотят участвовать в разработке бюджета собственного дома? При этом хорошо зная, где в нем лифт, барахлит, крыша течет и подъезд пора ремонтировать. По концепции ОСИ у казахстанцев будет больше прав и власти. А воспользуются ли они ими или равнодушно пройдут мимо – уже совсем другой вопрос. Дарья Пашмынцева, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова